1 доброй ночи наши уважаемые радиослушатели напишите на стене о качестве звучания да я сегодня вот забыл сделать об анонс поэтому можно сказать внезапно я ворвусь ваш эфир они они ничего не пишут на стене похоже а нет все слышно напишите как слышно хорошо плохо делитесь впечатлениями от недавнего прослушивания сегодня у нас эпичное прослушивание было я считаю очень много неадекватных абсолютно сумасшедших людей к нам пришло на радио ну на первом звонов был он шутил и это было смешно многие из которых поняли что как бы это представляет просто мне больше всего больше всего меня значит мне больше всего доставила ну поведение девушек в эфире то есть которые прослушивались абсолютно неадекватные существа слабого пола и в общем молодой человек с шутками про печенье в детский дом то есть а вот никита ткачев кстати вот нам который сейчас пишет на стене он прослушивался или нет никита напишите нам вы были в числе соискателей джейского кресла или до вас не дошло дело они по моему цветкова не прослушали еще там олесь вишня нас наш постоянные с маргиналом слушатель тоже хотел пробоваться в качестве ржа они с они смотрят все это говно которое постит выбер мемс то есть они в принципе в теме в материале то есть вот так а что значит да а он рассказывал про архитектуру в это а ну это про программирование мне не интересно я я мог бы вот про обычную архитектуру вас поспрашивать а про всякие айти технологии прочее говно мне совершенно не интересно да вот шоколадная лепятова постит на стене до лайфхак конечно это серьезный очень то есть так ну ладно в общем у нас сегодня планировал совместный эфир с одним значит нет шансом из санкт-петербурга но он почему-то ну то есть я ему написал что все окей мы выходим в час и сейчас он вышел из сети и в скайпе его тоже нет походу ну как нет не надо давайте не будем так говорить раньше времени сегодня у нас видите востока в качестве водящего я за один шанс ну да да я игры мы с восток тогда защитить пообщаемся часик и все как бы и разбежимся потому что я на самом деле не готовил никакой темы я даже анонс не сделал так вот вопрос какие-то посыпались но я будто на на вопросы отвечать в общем и в конце я тогда скажу чтоб донатили вострикову как выводящему и мне как собственно вашему любимому эрджею ради которого вы не спите в столь поздний час так герман олейников спрашивает ешь а и вы не задумались что вокруг вас маргиналом сформировался какой-то южинский кружок я не знаю что такое именно южинский кружок но по поводу того что мы вот каким-то образом консолидируем людей я в общем не против это собственно одна из моих целей пребывания в интернете то есть просвещение юношества формате какого-то виртуального лектория виртуального университета и в общем ну сеять разумная добрая вечная то есть светлые идеалы фашизма в головы юных дарований чтобы потом они вырастали преобразовывали мир уничтожали коммунистов то есть я считаю что это очень светлые идеалы меня сегодня закиров несколько удивил он искренне считает что я и сакрамар это одно лицо то есть это очень странный человек он либо так шутит либо он тоже психически больной на всю голову то есть это удивительно достаточно да в общем задавайте свои вопросы на стене так я не знаю делать анонс или делать я в общем жду лантушка а я напишу сармат и остриков короче вячеслав лантушка если вы слышите меня выходите появляетесь онлайн как выходить в skype потому что у нас с вами планировался эфир а вы как бы куда-то исчезли неожиданно внезапно так сейчас я картинку какую-то придумал дам прослушивание было ну почему более уныло и во первых на первом прослушивании она шло где-то часов шесть и там естественно было больше колоритных персонажей а сейчас хватило терпения людей только часа на три как бы и соискатели были очень странные то есть это прямо я не знаю очень специфические люди да сейчас я вот она запущу и странный вопрос я даже не знаю как надо ответить как качаться за умника дугин с мавлеевым и джемалем занимались всякой эзотерикой ну да в начале 90-х такое было и причем кстати и дугин и мамлеев они и дугин и джемаль они состояли в обществе память потому что видимо они до какого-то момента считали что это какая-то традиционалистская партия но потом и тот и другой из общества памяти вышли когда общество память ничего дрейфовать в сторону черносотенство значит и всяческой ксенофобии шовинизма и других светлых идеалов российской империи задвинь про александра второго его правление реформа и рашку тогдашнюю спасибо но на самом деле я не не историк как бы тем более вот так чтобы без подготовки начать задвигать про значит каких-то а вот кстати скайпе кто-то а нет это другое ну что мы что можно сказать про александра второго во первых он известен прежде всего как царь освободитель потому что он отменил крепостное право то есть это навскидку что я могу сказать про него и очень неплохой кстати памятник с двумя львами александра второму он находится возле храма христа спасителя вот по сути через дорогу от моей работы там очень такой чудесный парк там еще летом розовый рач высаживает собственно в окрестностях храма христа спасителя и там вот этот памятник ну то есть он известен как царь либерал александр второй был но опять-таки не в смысле современного либерализма и того что мы сегодня понимаем под этим термином либерализм а в том смысле что он вот хотел как-то немножко привести законодательство российской империи к возможно каким-то но нормам западноевропейского права ну то есть но не полностью да но естественно создав какой-то российский аналог да и в целом он вошел в историю как такой либерал и уже правление в общем следующего монарха но было такое вот резко традиционалистская и полностью перечеркивала все те реформы которые в общем александр второй проводил опять-таки почему так произошло потому что сам александр второй он умер насильственной смертью он убил был убит группой в общем революционеров заговорщиков которые в значит советской историографии были известны как народовольцы но здесь есть некоторая проблема потому что значит скажем так идеологи вот этой террористической группы и непосредственные исполнители вот этого убийства по большей части были этническими поляками и их цель была их цель вот этой акции по умерщвлению александра второго она состояла не в том что они хотели вот там какого-то социализма или там какого-то вот народного счастья в пределах всей российской империи нет просто польша на тот момент она была значит аннексирована российской империи вот эти вот польские националисты они добивались независимости своей территории а александр второй он когда собственно встал на престол взошел на престол российской государственности он в варшаве в университете прочитал свою знаменитую лекцию о том что в общем полякам не стоит надеяться на какую-то независимость они будут находиться в составе российской империи естественно у польских националистов очень сильно от этого бомбануло им не хотелось находиться в составе российской империи но хотя бы потому что поляки в общем католики российская империя страна по преимуществу была православная ну и плюс в общем несмотря на то что поляки славяне между польским и русским народом и была сложная в общем достаточно история взаимоотношений ну и поэтому естественно имели место сепаратистские настроения так что собственно по факту александра второго убили польские сепаратисты но опять-таки такого утверждения такого тезиса вы не найдете ни в одном историческом источнике потому что у нас в основном советская историография превалировала и как-то оценивала вот этот вопрос а там вот эти вот значит цареубийцы они представлялись как герои как значит борцы за народное счастье народовольцы там и так далее то есть естественно ну не поднимался вот этот именно вот этот значит национальный фактор так скажем так пишут ежи давай процентологию нет я процентологию хотел совместно с эсфир провести но видимо опять таки тоже не сегодня это все произойдет хотя собственно эсфир а вы сейчас онлайн слушая я сейчас напишу эсфир кстати пожалуй давайте пока анонс делу модифм ты меня картинку скинь skype да я сам сделаю мне просто придется прерваться потому что я не могу одновременно говорите что сейчас если что-то писать то есть а картинку вот и зубер мэмс возьмите где ежевика убер мэмс сейчас я ссылку кину последний мем такой прикольный а ну все ну в общем эсфир пишет она уже почти спит поэтому не судьба в общем сегодня планировались совместные эфиры но как видите ничего у нас не складывается потому что лантушка нас не добавляет скайпе его сейчас нет онлайн не там не там эсфире в общем тоже до качественный эфир совершенно верно пишет нам максим 7 но вот зато вот про александра второго узнали какие-то интересные инсайды так далее какие у нас вопросы на стене не кунта спрашивает биль было ли общество монголов при чингисхане меритократическом на самом деле это вопрос открытый потому что мы не так много на самом в действительности мы не так много знаем о империи чингисхана ну на самом деле да потому что в общем эта империя если она существовала то она представляла собой достаточно любопытный феномен геополитический потому что там правящая элита это были кочевники у которых во первых с письменностью было все не так хорошо и с источниками а во вторых именно в силу того что это кочевой народ ну опять-таки если верить традиционной историографии до составил эту империю то там собственно даже у археологов проблемы а где именно искать в общем источники то есть где у этих кочевников были какие-то вот знаковые стойбища в которых имеет смысл проводить какие-то археологические раскопки не то есть например вот столица легендарность столица монгольской империи где она находилась там при разных ханах это тоже на самом деле большой вопрос то есть есть разные теории на этот счет ну то есть вот опять-таки с точки зрения археологии у нас не так много каких-то археологических находок вот поэтому внутреннем устройстве это общество сложно говорить но и например в программных документах меритократической партии украины например современной я встречал ссылки на то что в общем монгольская империя наряду с допустим османской империи там они усматривают какие-то элементы меритократии так что ну кто его знает может быть там тоже какие-то элементы меритократии имели место вот ну что мы про монголов можем точно сказать по монгольскую империю то что монголы как раз пипа погубили культурное наследие некоторых китайских царств то есть монгольское вторжение севера но привело к упадку царства сум где в общем был опять-таки в отношении царство суммы тоже мы как бы в большей степени можем говорить о том что там имела место меритократия и плюс там был очень такой высокий взлет промышленности и культуры которые опять-таки сравнивают даже вот с европейским ренессансом из промышленными революциями европы но от этого ничего не дост не осталось потому что в какой-то момент севера вторглись монгольские завоеватели значит и все там уничтожили все что там было поэтому в общем такая проблема так никита ткачев пишет был в книжном на днях и там в отделе русской философии все дугиным забито ну слушайте это какой-то странный очень книжный магазин потому что я на самом деле в книжных бываю регулярно именно в секции философской литературы потому что я как бы по работе мне нужно смотреть всяческую литературу из этой области именно я там как раз очень много книжек дугин это не видел то есть в основном стоит на полке какие-нибудь основы геополитики дугина основной его труд это не в разделе философия в разделе там исторической литературы а по поводу русской философии очень много ильина очень много бердяева то есть вот таких вот авторов так пишите пишите мне пишут а но это наверно по поводу анонса или по поводу того чтобы писать кому-то для совместного эфира так лёша грех пишет про финляндию великое княжество финляндское составе российской империи можешь что-нибудь благодарю но опять-таки не так много у меня информации какой-то потому что я не историк единственное что я могу сказать что финны они ну которые имели в общем некоторую автономию в составе российской империи они также были настроены на то чтобы состава российской империи выйти то есть они хотели независимости и в конечном итоге это независимость получили то есть вот партию большевиков до когда она в общем начала активную политическую борьбу внутри россии вести и и поддержали некоторые вот категории значит население некоторые силы среди которых были национальные сепаратисты частности всякие польские вот ну отсюда собственно дзержинский составе партии большевиков до дзержинский он в общем начинал как польский националист он хотел быть ксензом то есть священником католическим потом только в общем перековался в большевики также партию большевиков поддержали вот финские всякие прочие сепаратисты латышские да вот знаменитые значит батальоны латышских стрелков в составе войск времен гражданской войны которые воевали на стороне в общем большевиков потому что собственно латышки и стрелки хотели независимости и так же в общем какие-то играю гвардейские полки поддержали большевиков которые именно уже в годы первой мировой войны были расквартированы в столице и в питере и в москве да соответственно и которые опасались что их отправят на фронт потому что если в общем ты находишься в глубоком стылу то это не так страшно если отправят на фронт где свистят пули отравляющие газы то это в общем страшно неприятно и так далее а большевистская партия была единственной партии которая последовательно выступала за прекращение войны прекращение военных действий вот и за в общем самоопределение народов да то есть за право народов на самоопределение поэтому собственно поддержка со стороны национальных сепаратистов и поэтому вот это знаменитое событие взятие зимнего дворца до которые в советской историографии так вот педалировалось что вот восставшие рабочие крестьяне и матросы они вот значит взяли зимний дворец но на самом деле этого события никогда не было в действительности то есть там пьяная матрасня значит подвергшаяся анархистской большевистской пропаганде она попыталась взять значит зимний дворец и то там мотивации основной было то что в погребе и в погребах зимнего дворца находились бочки с вином но значит юнкера которые были расквартированы в этом зимнем дворце они успешно дали отпор и в общем постреляли немножко эту матрасню которая хотела помародерствовать и украсть эти значит бочки с вином и все эти вот революционные матросы благополучно разбежались и в общем это вызвал некоторые проблемы и трудности но в зимний в итоге все-таки был взят кто же кто же собственно взял зимний дворец просите вы а это вот нас возвращает непосредственно к теме нашего вопроса потому что зимний дворец брал непосредственно полк финских гренадеров и про это вы в общем не прочитаете нигде я думаю включая наверно википедию то есть имел место звонок лидеров большевистской партии в хельсинки и оттуда прислали польско-финских гренадеров значит которые в общем выбили юнкеров и взяли для большевиков зимний опять-таки почему финны поддержали большевиков потому что финляндия рассчитывал на выход с состава российской империи а большевики в общем выступали за уничтожение российской империи как тюрьмы народов и за право народов на самоопределение так что это вот собственно я то что я могу рассказать вам про финский фактор в деле разрушения российской империи так скажем но финнов на самом деле сложно винить да они хотели независимости и потом они уже после собственного царения большевиков всячески строили линию маннергейма потому что они примерно представляли себе что большевистская вот эта власть утвердившаяся в россии она настроена экспансионистки и и целью является мировая революция и собственно некая так захват власти во всемирном масштабе поэтому в общем линия маннергейма она ну призвана была спасти финляндию и ну и в итоге финляндию не удалось значит освободить в кавычках и присоединить к дружному к дружной семье советских народов и поэтому в общем финны неплохо живут до сих пор потому что у них в общем не было социализма колхозов по разверстке и других радостей и советского строя и также кстати вот большевиками уже после прихода к власти была сделана значит в ряду других социалистических республик была создана карела финская советская социалистическая республика но в будущем проблема с этой республикой значит стала заключаться в том что все население этой республики и благополучно убежала значит в соседнюю финляндию и поэтому республику пришлось ну по сути расформировать да как административную единицу это вообще на самом деле уникальный случай в истории мировой истории когда полностью население всей республики бежит из значит убежала из савдепии в финляндию вот ну и собственно даже в годы так называемой северной войны когда при сталине значит значит была война между савдепией и финляндией то там значит общие потери советской стороны по составили где-то порядка 100 тысяч человек причем эти 100 тысяч человек это и убитые и раненые те кто получил обморожение какое-то да то есть это так называемые не боевые потери и в том числе это те кто воспользовавшись случаем убежал финляндию да то есть собственно потому что не хотел жить при социализме так что вот все что про финляндию я могу рассказать так я надеюсь что мы все еще в эфире да я не в пустоту это все говорю так напишите слышно ли меня до сих пор да господа господа так ладно я продолжаю тогда если меня все еще слышно значит так ну по финляндии все по финскому вопросу стена начала как двигаться резко так качественный эфир да ну замечательно что можете сказать сказать про меритократическую партию украина ну я на прошлых эфирах так или иначе про нее рассказывал я думаю что лучше вам не с моих слов это все узнавать а просто зайти на сайт меритократической партии украины к тому же я так понимаю что вопрошающий он сам с украины и в общем учитывая что сейчас остался осталась версия только на украинском языке версия сайта осталась да то есть если вот до всех вот этих военных событий связанных с значит возвращением крыма в лоно россии и с значит появлением днр лнр сайт меритократической партии украины он был на двух языках то есть была русскоязычная и украиноязычная версия сайта то сейчас ну по понятным причинам видимо у них осталось только украиноязычная так что я думаю что если вы владеете этим языком вы можете сами там прочитать какие-то программные документы историю этих по этой партии то какие акции они там проводили и так далее так антон кобылянский спрашивает меня ежи каким-нибудь спортом занимался и сколько по длительности ну я вот в детстве когда еще в школе учился я ходил в секцию самбо и рукопашного боя то есть вот советском союзе кстати самбо было очень популярно кстати как карате по моим в тот период запрещено у нас было за занятие за обучение карате даже сажали значит в тюрьму этих всяких значит специалистов по карате но это правда недолго длилось потому что там потом собственно советский союз кончился и ну сначала началась в общем перестройка гласность и перестали сажать за карате и за другие вещи вот поэтому в общем из силовых единоборств было в основном самбо всяческая потому что считалось что это единоборство которое появилось непосредственно значит ну то есть в россии да было создано то есть там были какие-то фильмы даже про то как самбо создавалось про то как какой-то там народоволец ездил по средней азии и значит собирал различные элементы борьбы вот этих всяких восточных народов и потом из них вот из разных элементов этих национальных единоборств создал вот это вот так называемая самбо самооборона без оружия так не кунтер спрашивает существует ли большая разница между бурятским ламаизмом и тибетским буддизмом ну на самом деле чисто внешне с чисто обрядовой стороны разница не так большая ну разница не принципиальная то есть даже вот в такой религиовеческой традиционной классификации там одна и та же версия буддизма распространена и на самом деле на территории вот монголии на территории бурятии территории тувы там самыми авторитетными ламами считаются именно выходцы из тибета то есть там вот очень ценится либо чтобы лама был сам этническим тибетцам представили выходцам из тибетского народа либо чтобы он получал в общем традиционное вот это религиозное образование на территории тибета или на территории непала и вот допустим какой-нибудь провинции индии куда после оккупации тибета бежала часть вот этого вот духовенства да исповедующего вот именно это направление но ну то есть опять-таки да если мы возьмем вот этого значит крупнейшего епископа ламаисского который у нас значит доминирует за байкаль и имя которого ешел адой ринпочи да и принципе его можно назвать правой рукой далай ламы вот у меня кстати есть с ним совместная фотография где мы в обнимку стоим вот он вот как раз выходец из тибета да и он в свое время после оккупации китая войсками мао цзэду на он в общем бежал сначала в непал потом в индию и сейчас вот собственно руководит значит буддистами за байкале вот ну кстати в калмыкию также периодически приезжает там я тоже с ним виделся значит но отличие бурятского буддизма бурят монгольского от тибетского может состоять в том что у бурятомонголов у них существовали собственные традиционные верования еще до прихода буддизма и когда буддизм собственно стал распространяться на этой территории то у них возник некоторый религиозный синкретизм да то есть буддизм впитал в себя элементы местных верований о чем я сейчас говорю о том что в монголии у них в общем распространена религия их собственная которая называется бон вот то есть это такая значит ну и помимо этого также в общем шумаизм всяческий и в общем какие-то вера в каких-то духов места силы духи предков добрые злы и так далее естественно вот эти все моменты они тоже вот как-то отразились и повлияли то есть традиционные верования бурятомонголы они тоже вот как-то были включены в различные ну то есть стали взаимодействовать на таком культурном уровне с элементами буддийской религии так далее лёша грек спрашивает можешь про клептократию рассказать есть ли какие-то масштабные примеры в истории мира интересные факты может быть прошу прощения за обилие вопросов давно на эфир попасть не могу но если вы не можете попасть на эфир то вы можете во первых записи все это слушать во вторых я вот сейчас достаточно достаточно часто ну по крайней мере иногда появляюсь на стримах вот у острикова в частности то есть там можете тоже какие-то вопросы создавать вот а по поводу клептократии я вам ничего не могу сказать навскидку нет у меня никакой информации интересной так иван щегов спрашивает какие какие секты кроме свидетелей иеговы саентологии сознания кришны имеют сейчас большое влияние рф ну я на самом деле отвечал на этот вопрос на прошлых эфирах самая крупная и наиболее опасная секта в россии сейчас и в общем в ряде других стран постсоветского пространства то есть та секта которая скажем так наибольшую социальную опасность представляет и которая является крупнейшей по численности это так называемые вот значит радикальные мусульмане салафиты значит люди просягнувшие на верность исламскому государству или готовы это сделать движение хазбутахрир движение братья мусульмане так мне сейчас звонят с какой-то конфы что за что за хирургия происходит вот то есть собственно там много новообращенных мусульман много людей из народов которые этнически ислам исповедовали на протяжении многих столетий то есть вот собственно вот эти салафиты ваххабиты это некое такое радикальное течение ислама которое получил появилась где-то в районе 19 века свое развитие получила уже в общем веке двадцатом на почве того что их активно подпитывали саудиты средствами от продажи нефтедолларов то есть в общем Саудовская Аравия это не самые бедные государства и поэтому в общем они влияли на религиозное образование в других странах и плюс ну на сегодняшний день салафиты они во многих странах где принято традиционно получать мусульманское образование за рубежом они стали доминировать у них там свои высшие учебные заведения где из пяти лет обучения там год изучают богословие а четыре года там военно-подрывное дело и диверсионную борьбу ну это там в таких странах как Египет Турция например да потому что в общем после таких светских лидеров как Ататюрк уже нынешнее правительство Турции там у них в том числе и каких-то вот консерваторов и значит людей которые тяготеют как-то теократии начинают избирать и в общем они тоже значит там радикальные исламисты хорошо представлены но для России это актуальная ситуация потому что у нас наши соседи это в общем государство Средней Азии Закавказье где тоже в силу того что экономически там не все благополучно там идея радикального ислама они начинают приобретать вес определенный ну и в составе самой Российской Федерации есть регионы где большая часть населения это значит мусульмане такие регионы как Татарстан Башкатастан там и так далее и там естественно тоже вот эти вот сектанты они ведут свою проповедь и среди значит традиционных народов которые ислам исповедуют на протяжении столетий и среди так называемых новообращенных мусульман и в общем на сегодняшний день по численности эти вот различные движения радикальных мусульман они самые крупные и они как бы представляют наибольшую социальную опасность в силу того что они очень часто переходят к акциям какого-то террора в отношении там правоохранительных органов в отношении мирных граждан и так далее так ну помимо собственно салафитов да вот меня пишут в комментарии они исламские секты ну из не исламских сект помимо свидетелей иегов и саентологов и международного общества сознания Кришна стоит упомянуть прежде всего различные пятидесятнические неопятидесятнические сектантские группы и всяческих адвентистов там в частности адвентистов седьмого дня то есть вот эти секты ну харизматы да и так далее то есть вот эти различные значит протестантские секты они в России тоже представлены достаточно неплохо и в целом по миру если мы берем ситуацию то вот эти неопятидесятнические сектантские группы они тоже значит весьма опасны и весьма многочисленны ну естественно уже не так многочисленные и не такую степень социальной опасности высокую представляют как например в общем те же самые исламисты так далее антон кобылянский спрашивает где ты прочитал про то что финские гренадеры брали зимний дворец ну на самом деле я эту версию слышал от некоторых нескольких скажем так не связанных друг с другом историков то есть это такое исторический инсайт можно сказать и плюс на эту тему кстати документальные фильмы какие-то были но я вам на скидку сейчас название не назову вот так ну в целом я как бы вращаясь среди значит преподавателей высших учебных заведений поэтому в общем там много всяких инсайдов бродят именно которые скажем так вы которых вы не встретите в какой-то вот научно-популярной литературе так скажем меня спрашивают как мариновать огурцы нет это это не из моей области к сожалению так как наебать злостных гоев ну я не знаю тут все очень субъективно Иван Щеглов спрашивает долго ли вы занимались ножевым боем ой ну где-то в районе двух лет наверно так ну с перерывами так вопрос как к этому отнеслись белофины ну не совсем понимаю к чему к тому что на их территорию бежали люди отца отца в депи ну на самом деле не так плохо они к этому относились потому что им лучше было бы чтобы красноармейцы сдавались в плен чем в общем воевали бы с ними и поэтому финны они в общем всячески распространяли листовки значит сбрасывали из самолетов где было написано что сдавайтесь в плен убивайте своих комиссаров переходить на нашу сторону так 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 мне тут пишут про ламы и тыгилова ну ламы и тыгилов он в общем давно сел в пузу лотоса и окуклился ну кстати тело ламы и тыгилова оно выставлено в волгинском дацане в главном здании волгинского дацана и несколько дней в году его в общем показывают прихожанам и значит можно получить доступ к телу то есть там правда фотографировать запрещено внутри но мне кстати удалось сделать пару снимков так а если у нас кстати параллельно сейчас трансляция идет на стриме то я могу в общем и оттуда значит на вопросы поотвечать то есть со стрима тоже в принципе проблемы особо я не вижу единственное пускай мне ссылку тогда скинут в скайп хотя бы так антон кобылянский спрашивает какую религию ты считаешь самой интересной мне например доставляют тот факт что мусульмане ворвались в константинополь и сожгли там очень много библиотек ну понимаете в чем дело по поводу константинополя библиотек константинополя и библиотек в других местах то там значит помимо мусульман христиане намного больше сжигали значит библиотеки и в константинополе и в александрии в общем в других городах и гепатию александрийскую вот эту первую женщину ученого значит убили тоже радикальные христиане а по поводу того какую религию я считаю самой интересной ну я считаю что в общем ну на мой взгляд самая интересная религия это индуизм вот причем как древний индуизм времен ригведы так в общем и исторический генезис индуизма то есть в силу своего такого разнообразия и колорита мне эта религия представляется очень интересной вот ну и собственно и большая часть наверное тех народов которые сейчас в европе живут и русские это в общем имеют некоторые такие индоевропейские корни и поэтому в общем корни этих народов они тоже упираются на самом деле вот в эту значит индоарийскую традицию да в общем христианство имеет семитские корни вот а в общем не русские не европейцы семитскими народами к семитским народам не относятся так скажем так ну естественно Ницше бы со мной не согласился потому что с точки зрения Ницше самая интересная религия это в общем олимпийский пантеон греческих богов то есть Ницше как эллинист он в общем котировал очень эллинистическое язычество так скажем так Алексей Манцев спрашивает ежи расскажите пожалуйста про отношение Ницше к метафизике слышал мнение что Ницше был одним из тех кто считал построение метафизики бесполезным занятием однако мне кажется что по факту воля к власти есть метафизика хотя безусловно зависит от определения очень интересный вопрос на самом деле на эту тему тоже много ведется дискуссий в таком научно-философском сообществе так скажем и были достаточно интересные развернутые дискуссии в том числе в группе Ницше но там проблема в том что один из участников этой дискуссии потом подтер свои комментарии свои реплики и как бы поэтому собственно дискуссия стала выглядеть очень однобоко но по поводу основных положений вот этой дискуссии я могу сказать что действительно есть два значит условно говоря противоположных мнения первое мнение состоит в том что в общем философия Ницше лишена собственной метафизической составляющей в силу того что Ницше считал вот в силу тех причин которые вы указали что Ницше считал построение любой метафизической системы не просто бесполезным но вредным занятием весьма и именно в общем он поэтому восстает против всей предыдущей философии начиная в общем с Платона и Сократа потому что он в вину вставит именно то что они формировали какие-то обособленные от действительности данные нам в ощущениях какие-то метафизические конструкции которые Ницше отрицает и с которыми борется и в этом смысле Ницше кстати такой радикальный материалист хотя собственно он вот в этой знаменитой классификации философской в разделении на материалистов и идеалистов его к материалистам никто никогда не причислял хотя это наверное самый радикальный противник метафизики вообще вторая позиция состоит в том что ну да безусловно Ницше оприцал предшествующие метафизические системы но он выдвигает собственную метафизическую систему однако вопрос о том имеет ли смысл называть его собственные построения метафизическими остается открытым в силу того что философия Ницше она носит такой вот предельно авторский значит характер и вот это его система значит метафизики в кавычках которые он сам постулирует она на качественном уровне отличается от других предшествующих метафизических систем настолько что возможно термин метафизика он к его собственным построением неприменим это вот собственно второй такой момент есть еще третий момент третий значит вариант третья точка зрения которая состоит в том что несмотря на то что Ницше порвался философии Шопенгауэра с определенного момента да значит ну примерно там с момента написания книги утренняя заряда и собственно вот те произведения которые у него позднее написаны они в общем под значительно меньшим влиянием Шопенгауэра он находился и собственно он уже себя так значит сформировал свою собственную авторскую философию развил и изложил в этих произведениях но тем не менее на уровне значит метафизических построений Ницше заимствует у Шопенгауэра систему буддийской метафизики то есть Ницше отрицает метафизические построения характерные для значит иудеохристианских для допустим немецкой классической философии но вместе с тем Ницше он упирается в такую вот буддийскую метафизику Шопенгауэра и на такие мысли наводит нас прежде всего представление Ницше о значит теории познания и отношения к действительности и к идее объективной действительности да то есть в принципе в традиционной философской классификации Ницше всегда выступает как субъективный идеалист вот и что опять-таки тоже его роднит с буддийской с постулатами буддийской религии то есть вот собственно такова третья точка зрения но на самом деле про буддийскую метафизику у Ницше мы можем прочитать по факту только в черновиках Ницше которые были изданы после его смерти да потому что ну его произведениях прижизненных там ну не так много тех в общем текстов тех материалов которые бы могли нас натолкнуть на такую в общем точку зрения теперь возвращаясь к терминологии да то есть основная идея Ницше это воля к власти и вечное возвращение можем ли мы считать эти идеи метафизическими вот в принципе да ну я могу сказать что нет не можем на самом деле с одной стороны почему не можем потому что вечное возвращение это тот режим в котором существует вселенная то есть режим тождественных между собой циклов но это не метафизическое представление в том смысле что оно не говорит о чем то что бы находилось за рамками бытия как такового то есть говоря о идее вечного возвращения Ницше рассматривает о том Ницше рассматривает то что происходит внутри мироздания но не говорит о том что происходит за его пределами и вообще в принципе философия Ницше она не подразумевает то что у нас за пределами нашей в общем действительности данной нам в ощущениях что то еще существует это первый момент второй момент воля к власти можем ли мы считать волю к власти метафизической идеей нет не можем почему ну то есть идея воли концепция мировой воли она может выступать как некая метафизическая идея в контексте философии шопенгауэра например у Ницше нет не может почему потому что Ницше он отдавал себе отчет в том что воля это некое умозрительное понятие которое он вводит просто для того чтобы сформировать некую такую предельную универсалию в объяснении тех процессов которые внутри мироздания происходят то есть воля к власти воля к мощи это тенденция к преодолению противодействия это тот базовый фундаментальный изначальный посыл то первоначало гипотетическое которое у нас находится в основе любых процессов которые протекают во вселенной в мироздании но опять-таки воля это не что-то что существует субстанционально и имеет собственную природу воля это в общем некое гипотетическое умозрительное понятие ницше писал что воля есть лишь некий пафос и опять-таки резюмируя свои рассуждения в черновиках которые были изданы после смерти ницше под общим заголовком воля к власти в реконструкции его сестры Элизабет Ферстер Ницше и Петра Гайста там в конце есть такой момент когда ницше говорит что есть мир для меня мир есть воля к власти и ничего больше опять-таки он говорит о том что существует внутри самого мира и касается сугубо тех процессов которые происходят внутри самого мироздания он не говорит о каких-то основаниях мироздания вне границ самого мироздания то есть вопрос о том имела ли философия ницше собственную метафизическую составляющую остается открытым на мой взгляд хотя ну с моей точки зрения философия ницше по-видимому не имела собственной метафизической составляющей но проблема в том что очень многие маститы исследователи и в частности грибанаидзе они со мной не согласятся вот но здесь опять-таки определение была ли метафизическая составляющая или нет оно вот это определение вот этот вопрос он не в последнюю очередь зависит от того насколько у исследователя того или иного аллергия на само слово значит метафизика на сам термин то есть насколько он вообще вызывает у него там не знаю зуд аллергию и так далее так господа напишите на стене а все еще в эфире или в общем уже нет потому что у нас сейчас такое скучное повествование началось что вы даже ничего не пишите уже на стене все наверное немножко офигели так ярослав садовский спрашивает лучше расскажите уважаемый о возможности появления на политической арене рф нормальных боевых коммунистов ну я человек антикоммунистических взглядов и я против того чтобы у нас появились боевые коммунисты я считаю что коммунистов нужно уничтожать в зачатке в зародышном зародышном зачаточном состоянии в зародыше для того чтобы в общем идеи коммунизма не давали каких-то болезненных метастазов как это было например в общем в двадцатых годах в россии или вот какой-нибудь там революционный кампучи при палпоте так не кунтер спрашивает читаешь ли ты трагедии падения в византии и повторюсь я не историк я не так много и не так значит хорошо знаком с историей византии я могу сказать что я считаю падение языческом римской империи большой трагедией и я считаю большой ошибкой то что христианством сделали государственной религией римской римской и империи и я считаю очень плохим императором Феодосия I и мой любимый император Римской империи, ну, мои любимые императоры Римской империи, наряду в общем с Юлием Цезарем, мне нравится Титфлавий Домициан, который в общем прославился, помимо всего прочего, также своими гонениями на христиан вот, так что вот падение языческой Римской империи, я считаю, трагедией так, у тебя голос изменился, новый микрофон купил? Нет, на самом деле я в настройках просто чуть увеличил громкость так скажем я не знаю, видимо это отразилось на качестве звучания непосредственно Александр Сальников спрашивает, я же, почему люди уходят в секты ну, на самом деле по разным причинам потому что разные секты, они в своей празилитической деятельности используют разные приемы то есть где-то это просто кулинарные курсы, курсы йоги, курсы изучение иностранных языков таким образом человека вовлекают человек может уйти в секту потому что у него какой-то глубокий духовный личностный кризис, общение с окружающими людьми его не радует, а в секте он находит общение людей, которые готовы его выслушать и смысл жизни какой-то, да, потому что опять-таки я уже опять-таки многократно об этом говорил, что современный человек, он находится в состоянии такого экзистенциального хаоса и он интуитивно тянется к каким-то жестким системообразующим ценностям для того чтобы из этого, в общем, хаоса выйти а тоталитарные деструктивные культы они, в общем, дают жесткие системообразующие ценности и, в общем, человек в ответ на свою покорность он в качестве платы получает экономию энергии собственного мозга потому что ему не надо больше думать, что хорошо что плохо, что правильно, что неправильно как поступать, как не поступать и так далее секта ему дает полностью жесткие системообразующие ценности жесткие алгоритмы поведения так делай, так не делай это хорошо, это плохо эти враги, эти друзья и все, экономия энергии мозга то есть не надо ни о чем самому думать не надо ни до чего доходить можно просто медитировать, молиться, наслаждаться благодатью нахлынувшей ну, опять-таки, это одна из причин на самом деле причин масса и это зависит от каждой конкретной секты и от каждого конкретного человека в ряде случаев это просто жажда власти, например когда человек понимает, что он, добившись определенного иерархического статуса внутри секты он, в общем, может получить безграничную власть над адептами да, и вообще лидеры деструктивных тоталитарных культов и новых религиозных движений по своему, значит психологическому архетипу это, в общем, манипулятивные социопаты одержимые сексуальными перверсиями и, в общем, лидерство в секте дает им возможность реализовать их потребности их стремление к власти к манипуляции другими людьми к использованию их в качестве рабов в том числе в качестве сексуальных рабов так, Леша Грех спрашивает Ваше мнение об Артуре Шопенгауэра достойны ли внимания его труды помимо основного расскажите про отношение Шопенгауэра к Гегелю к гегельянцам в целом спасибо ну, я считаю что труды Шопенгауэра достойны внимания прежде всего это касается его афоризма в житейской мудрости его очерков о физиогномике его статьи его конкурсного сочинения написанного для значит норвежской по-моему академии наук о свободе воли то есть это вот собственно интересно будет людям которым интересно проблематика свободы воли там детерминизма и так далее так что в общем я могу рекомендовать вам произведение Шопенгауэра то что у него там про две основные проблемы там этики эстетики это все на мой взгляд не так любопытно но вот помимо мира как воли представления можете как минимум афоризма житейской мудрости почитать это достаточно интересное чтиво по поводу отношения Шопенгауэра Гегелю и Гегельянцам в целом я не в материале если честно именно в том смысле что я не знаком с позициями другой стороны то есть я имею самые общие представления о философии Гегеля поэтому на эту тему я рассуждать не берусь вот то есть вот может быть когда-нибудь я найду какого-то психически вменяемого Гегельянца в интернете старше 25 лет вот с которым я смогу поговорить на эту тему и задать ему какие-то вопросы по поводу философии Гегеля но к сожалению пока что вот психически здоровых Гегельянцев старше 25 лет мне в интернете не попадалось как правило это люди которые не соответствуют одному из критериев либо они психически больные на всю голову либо им очень мало лет и у них юношеский максимализм играет в разных отверстиях а это ну вредит дискуссии так скажем так пишут слышно 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 Леша Грек пишет какими аргументами можно оперировать в споре с почитателями Оша так чтобы указать он ему на жуликоватость его кумира благодарствую ну прежде всего скажите им о том что Оша умер от спида вот я не знаю может быть это как-то на них повлияет то есть вот этот факт уже вообще много говорит о господине Оша так востриков мы еще в эфире востриков да ты в эфире ну я сейчас собственно отвечал так что единственное у меня вопрос запись то будет я записываю модафем пишет ну что как мы еще вещаем или уже собственно разбегаемся если хочешь можешь еще минут 40 помещать а ну то есть вы не против записать будете ну да я сейчас просто микрофон выключу и уйду не не мне просто ну если вы далеко уйдете то как бы как мы будем эфир завершать нет ну я нет я буду периодически приходить в пределах одной духовной окей а еще такой вопрос мы сейчас стримим что-то нет 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 мы не настрим а то бы я еще на вопрос со стрима поотвещал так ну господа в общем тогда пишите на стене либо мы сейчас продолжаем еще эфир либо в общем будем уже закругляться и прощаться с вами в общем что-нибудь напишите нам на стене я пока отвечу на два новых вопроса так первый вопрос Ярослав Садовский спрашивает можно ли считать волю как выражение инстинктивного желания доминировать воля к мощи в контексте философии Ницше и воля как таковая в контексте в общем философии волюнтаризма вообще это более широкое понятие нежели просто желание доминировать какого-то конкретного субъекта воля это предельная универсалия которая используется для описания любых процессов которые происходят в мироздании то есть не только на уровне живой природы но и на уровне неживой природы то есть любой объект во вселенной некая объективация воли в том смысле что это некая сумма сил обновляй периодически страницу родейки в браузере так собственно вопросом я и так вижу что они сейчас опоздание большим идет то есть вот ты говоришь напишите на стене слышно слышно то есть ты до этого дошел спустя 4 минуты как они прямо мне написали режиме онлайн а ну это может у меня просто глюк такой ну ладно я да хорошо я буду обновлять спасибо вот так что в общем собственно воля это не только желание доминировать любой материальный объект это объективация воли в терминах собственно Шопенгауэра так Марк ну в общем просто Марк пускай он будет с пришельцем на аватарке спрашивает Ежи как думаете как быстро патриарх Кирилл примет ислам когда Кадыров станет царем России ну я думаю что он будет первым как бы но проблема в том что Кадыров никогда не станет царем России вот потому что у Кадырова сейчас очень много врагов среди силовиков значит ну среди представителей силовых ведомств центральных то есть в Москве в Питере очень ненавидят кадыровцев и то что они там потеряли берега все то что они очень много скажем так себе ну то есть превышение полномочий это называется если переводить на такой официальный язык собственно кстати это одна из причин почему убийство Немцова было так быстро расследовано и то что в качестве виновных нашли в общем представителей силовых ведомств Кадырова то есть это собственно вот такое такая фига в кармане которую московские силовики преподнесли значит гостям из южных республик то есть там имеет место конкуренция ведомств на самом деле вот про это кстати по-моему в новой газете или в какой-то другой либеральной прессе была неплохая статья достаточно то есть можете почитать там про ну на самом деле вот эта тема дела убийства Немцова она периодически неплохо освещается в либеральной прессе потому что собственно ну Немцов это был такой вот лидер либеральный один из лидеров либеральной оппозиции а уж после смерти то его там и подавно канонизировали либералы особенно учитывая кто в общем стоит за его безвременной кончиной так давайте еще минуток 20-30 да ну я тоже так думаю где-то минут 20 я понаотвечаю на ваши вопросы и все когда вопросы иссякнут я уже буду закругляться так Саня Станкин Снаткин спрашивает расскажи про Ницше и Вагнера это было на моих предыдущих эфирах если вам интересно то как бы послушайте было-было уже это все вся эта тема она потымалась вот ну и если вам это из первых уст интересно то Ницше целых две книги написал про Вагнера где Вагнера всячески засирал значит есть книга Казус Вагнер а есть книга Ницше Контр Вагнер с точки зрения философии это книги не очень содержательные то есть они ну не представляют особой ценности как какой-то философский источник но зато там идет троллинг вагнеровцев такой очень нехилый очень многих поклонников Вагнера у них до сих пор бомбит от этих книг которые Ницше написал так спрашивают как вы относитесь к центристам к центристам я хорошо отношусь в экономическом плане я сам являюсь центристом то есть я за многокладную экономику за то чтобы был государственный и частный сектор так что в экономическом отношении я сам центрист так Павел Астахов спрашивает в убийстве Немцова замешан Кадыров ну слушайте вы проснулись что называется как бы с добрым утром так Марк спрашивает Ежа что будет когда холодильник победит телевизор и народонаселение очнется от Крымнаша и поймет что вокруг разруха и уныния ну скорее всего будет в общем очередной государственный переворот как бы ну в России единственный способ какой-то социальной ротации кадров это в общем через то что в обыденном языке называется революцией да ну хотя это собственно не совсем революция потому что революция это некое форсированное качественное изменение а здесь по факту будет просто какой-нибудь гражданский переворот гражданская война государственный переворот но не факт тоже не факт то есть может быть эту ситуацию как-то удастся вырулить на что-то другое вот потому что на самом деле какой-то хаос что в России будет какой-то хаос происходить это ну не выгодно никому в том числе значит так называемым западным союзникам потому что непонятно в руках у кого власть окажется после свержения нынешнего режима не стоит думать что там либералы какие-то власть перехватит потому что на самом деле поддержка либералов она находится в районе статистической погрешности то есть скорее всего власть захватит либо какие-нибудь национал-патриоты национал-державники либо наоборот какие-нибудь социалисты то есть представители левого политического спектра и то и другое для запада в общем ну не очень желательно так скажем потому что ну для них и для внешнеполитической обстановки это станет только хуже поэтому может быть даже проще как-то вот с Путиным и с нынешней политической верхушкой договариваться нежели делать ставку на значит какой-то государственный переворот в России потому что еще большой вопрос а кто после этого государственного переворота власть захватит так Ярослав Садовский пишет кстати я не спрашивал о вашем отношении к коммунистам о возможности появления коммунистов боевиков ну смотрите в чем дело если политический экономический кризис в России достигнет своего апогея и все в общем очень плохо будет внутри страны то конечно поднимут голову всякие радикалы в том числе радикалы левого толка всякие коммунисты анархисты и так далее поэтому крайне важно всю эту сволочь сейчас уже давить в зародыши то есть любого кто себя позиционирует как коммунист уничтожать уже сейчас почему потому что ну завтра политический экономический кризис может достичь своего апогея и вся эта сволочь выйдет на улицу поднимет голову поэтому нужно их уже сейчас уничтожать то есть это такой задел на будущее значит лучше их уничтожить сегодня чтобы завтра с ними не было никаких проблем так Леша Грек спрашивает кому можно почитать по истории периода до основания Рима и собственно момента основания я имею ввиду историю руссков и народов будущей Италии спрашивал Марго у Марго не сказал благодарю у меня книги по этой теме есть в составленном мною списке литературы в разделе по-моему античные источники или там как-то античная литература это называлось сейчас я в очередной раз этот список литературы вам кину этот список кстати гуляет активно по разнообразным пабликам но они когда они его где-то постят они не делают ссылку на то что этот список литературы я составил а составил его именно я потому что в этом списке есть например Савельев есть значит Корчинский вот то есть такой список литературы только я мог составить так вот я вам ссылочку кинул так что собственно ознакомьтесь а ну да вот собственно еще Павел Павел тоже скинул ссылку так что как бы наслаждайтесь вот у меня есть античные авторы и что там что там что там у меня по античным авторам история от основания города Тита Ливия вот пожалуйста вот вам источничек по древней римской истории пожалуйста то есть это вот это первоисточник а не какие-то там современные историки и там прочая сволочь так Алексей Манцев спрашивает из ответов на свой предыдущий вопрос про метафизику за что огромное спасибо сложилось впечатление что Ницше в принципе ну спасибо на хлеб не намажешь господа донатьте мне на Яндекс кошелек так сложилось впечатление что Ницше в принципе отрицает номинальную реальность а если так то как бы он отнесся к антологии Хайдегера вот в том-то и дело в том-то и дело что к Хайдегеру Ницше бы отнесся скорее всего негативно вот в этом то как бы за рука как говорил Чапаев в этом проблема ребята то есть для Ницше существует только мир становления и только та реальность которая дана нам в ощущениях то есть для Ницше существует только то что существует субстанционально никаких трансцендентных вещей с точки зрения Ницше не существует и в этом кстати главная претензия Ницше к немецкой классической философии потому что с точки зрения Ницше немецкая классическая философия это бессмысленный анализм вокруг выдуманных понятий многократно я об этом уже говорил на предыдущих эфирах то есть немецкая классическая философия подобна подробной инструкции по ухаживанию за невидимыми розовыми единорогами там написано как кормить этих невидимых розовых единорогов как причесывать им значит что там у кушадей причесывают гриву да как их подковывать как на них скакать к небесным далям да и это прекрасный детально проработанный труд и даже совокупность трудов но проблема в том такая маленькая проблема состоит в том что невидимых розовых единорогов не существует и в этом претензия Ницше к немецкой классической философии и к любым другим идеалистическим философиям то есть невидимых розовых единорогов не существует истины не существует истина с точки зрения Ницше это забытая метафора и причем ну в более правильном более таком аутентичном переводе ну вот в частности этого тезиса из книги из полной авторской редакции книги утренняя заря Ницше говорит о том что истины это метафоры в отношении которых люди забыли что это метафоры то есть истины не существует бога не существует потустороннего мира не существует мира идей платона не существует трансцендент 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 ничего не существует и так далее и тому подобное то есть таким образом вся философия гегеля канта и тому подобное она обнажается на ноль просто это очень серьезная проблема то есть после этого надо что-то делать Надо либо отказываться от немецкой классической философии, либо объявлять Ницше сумасшедшим. Потому что, ну, как жить-то дальше? А по поводу Хайдегера, ну, Хайдегер, его заслуга не в том, что он великий интерпретатор Ницше. Его заслуга в том, что он, опираясь на философию Ницше, продвигал свою собственную философию. Но проблема в том, что собственная философия Хайдегера, она чуть более чем полностью не имеет никакого отношения к философии Ницше. Потому что философия Ницше – это Ницше, а Хайдегер – это Хайдегер. У Ницше нет никакого дозайна и прочей лабуды. Потому что невидимых розовых единорогов не существует. Вот и все. Этот аргумент, кстати, универсальный, можно очень хорошо использовать в любых спорах с кантианцами, с гегельянцами, с платонистами, неоплатонистами и так далее. То есть, они вот что-то будут вам говорить, а вы им просто ответьте, что вы знаете, это все очень замечательно, но проблема в том, что невидимых розовых единорогов не существует. И грустно им будет от этой мысли. Кричать они будут, ругаться на вас. Но тут уж ничего не сделаешь. Павел Астахов пишет, что есть чистая форма канта у канта. Ну, вот это как раз один из таких невидимых розовых единорогов, которых не существует. Следующий вопрос. Разделяете ли вы мысли Шопенгауэра? Самая дешевая гордость – это гордость национальная. Что думаете по этому поводу? Ну, я мысли Шопенгауэра не разделяю, по этому поводу особо ничего не думаю. Но в связи с тем, что вы вспомнили про это высказывание, очень смешно, что Шопенгауэр попал в предтечи национал-социализма. Это очень смешно. Его, кстати, объявили идеологом прусского юнкерства в советских источниках. Ну, у самого Шопенгауэра на эту тему было бы только два вопроса. Первый – почему прусского, и второй – почему юнкерство. И вообще Шопенгауэр, он как поклонник древних индусов, он считал, что естественный цвет кожи для людей темный, смуглый, а белые люди – это какие-то альбиносы, которые на север ушли. Поэтому Шопенгауэр, конечно, такой специфический из него предтеча германского национал-социализма. Особенно с его вот этими заявлениями про патриотизм, про национальную гордость и так далее. Так, Ярослав Садовский спрашивает, вам не кажется, что сейчас в СИМ началась массовая реабилитация Сталина, и не спроста ли это в нынешней ситуации в России? Ну, на самом деле, реабилитация Сталина, она периодически происходит в России. Первые попытки реабилитации Сталина после 20-го съезда, они начали происходить уже при Молодом Брежневе. То есть, когда Хрущева только скинули, то начались такие вот, собственно, разговоры про то, что Сталина бы нам, не реабилитировать ли нам Сталина. Потому что, ну, Хрущев Сталина, значит, всячески засирал в годы своего правления, а после, собственно, Хрущева, когда и Жуков снова в опалу впал, то, в общем, ну, к монументам Сталина опять цветочки начали так по-тихому нести. И, в общем, в начале 90-х, там, особенно в районе 93-го года, когда, собственно, россияне уже были сыты по горло либеральными реформами и поняли, что, собственно, нищета и прочее, то тоже разные краснокоричневые силы, да, в кавычках, стали получать большую популярность в обществе, в том числе даже предпринимались какие-то попытки вооруженных переворотов с целью, значит, отстранить от власти либералов и передать власть, там, не знаю, там, генералу Макашову, Ампилову, Лимонову и так далее. И, естественно, тоже опять всплыла тема реабилитации Сталина. Сталин был поднят на знамена вот этой краснокоричневой, значит, национал, не знаю, национал-коммунистической, там, традиционалистско-коммунистической совкодрочерской оппозиции. И когда вот этот сталинский блок за СССР Ампилова шел на выборы, то у них, собственно, на их рекламных билбордах там было, значит, было лицо Сталина и так далее. Так что я думаю, что вот эта тема такого положительного отношения к Сталину, она периодически, там, раз в десятилетие примерно, она будет всплывать в общественном сознании. То есть, я считаю, что это нормально, потому что, ну, Сталин весьма противоречивая фигура, и можно с одинаковым успехом сказать, что это и кровавый тиран, и, собственно, величайший правитель, и оба эти утверждения, они будут верны и так далее. То есть, ну, опять-таки, здесь можно ответить словами Резуна, которого сложно обвинить в каком-то, значит, патриотизме и каком-то сталинизме, потому что Резун – это, в общем, ветеран внешней военной разведки, который убежал на Запад в Британию. Так он в отношении Сталина в книге «Последняя республика», он говорил, что Сталин – это, конечно, зверь, безумное, кровавое, там, дикое чудовище, и вместе с тем величайший гений всех времен и народов. Вот и все. Так, далее, какие у нас вопросы? Да, вот, кстати, Александр Сальников пишет, в группе «Движение восхождения круче список», да, там, кстати, тоже шикарный список у них, литература, тот списочек тоже можете почитать. Кстати, некоторые книжки и там, и там есть в обоих списках, но мой список раньше появился, прошу заметить этот момент. Так, Леша Грек спрашивает, как преодолеть личный экзистенциальный кризис? Как лично вы преодолевали? Ну, у меня не было никогда каких-то экзистенциальных кризисов, а я вам могу рекомендовать либо вступить в секту, либо, вот, как вам совершенно верно пишут в комментариях, покончить с собой, да. Это, кстати, очень хороший вариант, причем универсальный, в любой непонятной ситуации, кончаясь с собой. Так. Ярослав Садовский спрашивает, я как человек, недавно вернувшийся с армии, могу сказать, что в армии к Сталину относятся категорически хорошо. Опасно ли это при данном раскладе в России, где очень много людей его почитают? Ну, смотрите, в чем дело, как бы, тоска по сильной руке, по великому мощному вождю, неважно, кто это будет, там, Сталин, Бандера или Чингисхан или Гитлер. Это, эти фантазии, они характерны для обществ, значит, которые так или иначе устроены по типу деспотии какой-то или азиатской деспотии, а, в общем, ну, россияне по своему менталитету это монархисты, да, причем это не только русских касается, но и других коренных народов России, которые по преимуществу народы тюркские, народы азиатские, где была преимущественно какая-нибудь там ханская, золотоордынская модель управления. Поэтому вот эта тоска по сильной руке, по великому лидеру, по вождю императору, который поведет нас всех вперед и сломит врагов, это все, конечно, ну, понятно и предсказуемо, учитывая менталитет, учитывая исторический опыт. Но здесь есть две проблемы. Первая проблема – то, что, как бы, ну, Сталин не воскреснет, если, конечно, вы не задонатите магогу, и он не воскресит Сталина, да, как черный маг. И вторая проблема – даже если вернется некая такая жесткая тоталитарная форма правления, главное, чтобы они не отменили частную собственность на средства производства. То есть, главное, чтобы в экономике остался рыночный сектор. Или чтобы они, по крайней мере, первое время не закрывали границы, чтобы я успел уехать. Я и другие люди, которые не захотят жить в таком государстве. Потому что если закроют границы на выезд, как, собственно, было в Савдепе, и чтобы все население не разбежалось, как население Карелло-Финской Советской Социалистической Республики, то, в общем, ну, это будет некоторая проблема. Пишут, Марк пишет, не соглашусь, Резун вполне себе сталинист, по своим взглядам. Нет, он очень часто хвалит Сталина, но, по своим взглядам, Резун – это, ну, либерал абсолютно крайний. Ему просто Сталин импонирует, как сильная историческая личность. Вот. Ну, собственно, если бы он был такой вот Савкандрочер, то он бы не убежал на Запад, как бы. То есть, он все-таки во множестве своих произведений, книг, статей, он все-таки как либерал перед нами предстает. Так. Спрашивает Ежи, почему в вашем списке литературы и в русском нету строки «Все книги Виктора Пелевина»? Да, смешная шутка. Смешная шутка. Виталий Антонов спрашивает, сколько нужно задонатить нашему прекрасному Магогу, чтобы он воскресил Иосифа Виссарионовича? Ну, слушайте, я думаю, что это приличная сумма будет. Это вам влетит в копеечку, мне кажется. Марк пишет, либерал, который оправдывал репрессии. Да, слушайте, вы знаток творчества Резуна, да. Он, кстати, действительно оправдывал репрессии в книге «Очищение». Но, опять-таки, если вы знакомы с этой книгой, то вы должны отдавать себе отчет, по какой причине он эти репрессии оправдывает, и как он их оправдывает, и зачем он их оправдывает. Потому что, на самом деле, Резун оправдывает репрессии 1937 года для того, чтобы встроить этот момент в собственную концепцию о том, что, в общем, Сталин, он не обескравливал и не обезглавил армию, а он, наоборот, усилил армию к новой мировой войне. Потому что вот эти вот камкоры, камдивы, значит, времен, которые имели опыт по преимуществу гражданской войны, они были бы бесполезны в условиях новой войны, войны с другим государством и войны, которая ведется не усилиями, там, кавалерии, а ведется при помощи механизированных корпусов, да. Потому что, в общем, в новой войне танки, они имели гораздо большее значение. Вот, поэтому оправдание, как бы, Резун, он не рандомно оправдывает любые репрессии, которые проводились с сталинским режимом, а он показывает внутреннюю логику этих репрессий, скорее. И он оправдывает только те репрессии, которые ввелись в отношении состава высшего командного состава РККА и в отношении, скажем, представителей силовых ведомств и государственного аппарата и партийных работников. То есть, по сути, тех, у кого у самих руки по локоть в крови еще со времен гражданской войны Резун, он не оправдывает политические репрессии в отношении просто каких-то противников режима, например, да, или в отношении каких-то людей, которые не запятнаны были какими-то, вот, там, не знаю, убийствами массовыми и так далее, да. А вот эти вот комкоры, комдивы, значит, командармы, это, собственно, ну, некие такие массовые убийцы, там, а-ля Тухачевский, Якир, Блюхер и же с ними. И, ну, с точки зрения Резуна их уничтожение было оправдано, собственно, то есть, вот, опять-таки, возвращаю вас к книге, которая называется «Очищение». Так, следующий вопрос от Ярослава Садовского. «А вы не допустили мысли, что большего уничтожения нежели за последние 20 лет русские не переживали, потому им действительно насрать, кто придет и наведет, и будет наводить порядок, восстанавливать силу закона? И какова вероятность того, что найдется такой человек и устроит бугурт?» Ну, по поводу национального унижения русских, я могу сказать, что их унижали всю дорогу, всю историю на протяжении существования крепостного права в России. Их столетиями проигрывали в карты, меняли на борзых щенков, забивали до смерти, продавали отдельно там мать и детей и так далее. И вообще делали все то, что делалось в отношении негров, например, в истории североамериканских штатов. То есть, там как бы национальное унижение было выше крыши. Не вчера началось это национальное унижение. Так, ну ладно, вы уже дальше что-то по свою бабку начали. Там, собственно, вопросы исчезают у нас интересные. Так, Востриков, давайте, я думаю, наверное, будем закругляться мы. Ну, прощайтесь. Да, сейчас я попрощаюсь, сделаю традиционное объявление и тогда выводите. А запись тогда разместите под, значит, да, ну вот в Рязани Ленинской гвардии. Да-да-да, я все про это говорил. По поводу книги «Контроль». Книга «Контроль» – это художественная книга, это не аналитика. Вы почитаете «Последнюю республику», «Очищение» почитаете. Вот такие книжки. «Контроль» там как бы про другое. Я как бы все книги Резуна читал, в том числе только те, которые на английском вышли. Поэтому я, значит, ну, в материале, наверное, больше у вас даже. Так, в общем, в конце я сделаю наше традиционное объявление о том, что если вам по каким-то непонятным причинам понравился тот околофилософский контент, который звучал сегодня на эфире, задонатьте какие-то средства маргиналу, как серому кардиналу радио, задонатьте какие-то средства мне. Номер Яндекс.Кошелька у меня указан в статусе моей страницы в социальной сети, небезызвестной вам. Задонатьте какие-то средства Вострикову, как выводящему, который сегодня героически выводил меня в эфир и был вынужден слушать всю ту болтовню, которую я нес полтора часа. Подпишитесь на группу Нитшианцы Вселенная Нитши, где много интересного контента, связанного с философией Нитши и нитшианским дискурсом в целом. И есть тема с вопросами, где вы можете оставить вопрос на один из будущих эфиров. Подпишитесь на группу Семья социопатов, подпишитесь на паблик Ежи Сармат, созданный моими фанатами, подпишитесь на официальную группу Сергея Вячеславовича Савельева, чтобы быть в курсе новостей морфологии мозга. И, наверное, все. До новых встреч. Следите за расписаниями эфиров в группе Радио МедФМ на стене. В общем, все. Я закончил. Пока, брат.